Пока утренний минус за окном только периодически подмораживает уличные лужи, некоторые ценители рыбалки уже отправились за уловом, как пешком, так и на лодках. Хлопотное увлечение в переменчивую погоду не всегда венчается успехом, но сам процесс рыбалки порой увлекает ее ценителей с головой. Но если безопасность все же важнее, то в походной рыбацкой сумке всегда будет все необходимое. Вообще в рыбацком ящике, конечно, все есть, и скалки заточены. Отлично, отлично. А жилет есть у вас с обычным? Жилет есть. Для того, чтобы очередной поход на водоем не стал последним, сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с представителями молодежи провели очередное профилактическое мероприятие. Традиционно для Белорусского республиканского союза молодежи каждую зиму проводится акция «Зимний патруль», в которой бойцы нашего молодежного отряда охраны правопорядка сотрудничают с МЧС Республики Беларусь. Наши ребята выходят на территорию водоемов, предупреждают людей о правилах безопасного поведения на водоемах. В ближайшие дни у нас передают похолодание, ожидается появление льда, и поэтому мы сейчас напоминаем о важности соблюдения мер безопасности. Важно при себе иметь и жилет спасательный, и не только, чтобы он лежал у вас где-то в сумке рядом, а чтобы он был обязательно на вас. Также важно, чтобы у вас была с собой веревка, чтобы оказать вам в случае необходимости помощь. Хорошо, если у вас есть с собой свисток, тоже у вас уже висит на шее, а не где-то в сумке. Брест – один из тех городов, который может похвастаться своими водными просторами. Сам город огибает река, а вот на окраинах всегда было много озер, как естественных, так и искусственных. Долгое время погода в регионе оставалась достаточно теплой, но на ближайшие дни синоптики обещают понижение температур на столбиках термометров. В связи с этим не лишним будет напомнить основные правила безопасности, а также номера служб, которые помогут в экстренной ситуации. Помните, какие правила, как правильно помочь? Естественно. Давайте, хотя бы скажите номера службы спасения, куда звонить в первую очередь? Вспомните номера? Ну, как же, 101. 101 и 112 у нас. Есть два номера, 101 и 112, поэтому номеру звонить. Порядка трех рейдов в день совершают у специалисты городской организации «Освод» в экватории реки Муховец. В центре внимания и одиноко рыбачащие на берегу, и те, кто ведет промысел из лодок. Как раз таки последняя категория, как правило, становится жертвами зимних утоплений. Вооружившись теплыми вещами, отдельные смельчаки не стремятся надевать на себя яркий спасательный жилет. А ведь именно он станет единственной помощью в случае, если ситуация пойдет не по сценарию. Отмечается то, что рыбаки, которые находятся в лодках и рыбачат, они имеют жилеты, но их на себя не надевают. Вот в чем проблема. То есть, как бы они, опасаясь того, что они будут оштрафованы, наказаны, или что какие-то меры административные будут приняты, и фактически они имеют, эти жилеты, но практически их не применяют. Это очень опасный и очень серьезный такой подход, неправильный. Сегодня, учитывая неоднозначную ситуацию на воде, спровоцированную изменчивой погодой, лучше воздержаться от рыбалки и прогулок вдоль водоемов. Это касается и небольших озер вне черты города. Здесь в экстренной ситуации прийти на помощь некому. Оптимальной будет погода, когда стабильный минус продержится около недели, а толщина ледяного покрова превысит 10 сантиметров.